Привет! Как дела? Сегодня расскажу о самом страшном и, пожалуй, самом тяжелом периоде моей жизни в Лондоне. Конечно же, я говорю о гибели моего брата, и сегодня я расскажу конкретно, что мне пришлось пережить за два года, прежде чем я закрыла абсолютно все дела брата. Я поехала в дом, который брат купил в ипотеку, там он сдавал несколько комнат арендаторам, я ему, кстати, в этом помогала, часто давала объявления на ГАМ-3 и давала его номер телефона, так он находил своих арендаторов. Приехала туда, мне открыл поляк, один из арендаторов, я с ним была не знакома, но он был знаком с моей мамой и много слышал обо мне и знал, что его сестра живет в Лондоне. И вот так вот мы с ним познакомились, его звали Себастьян, и он мне сказал, что вот пришло письмо на имя брата, что за неуплату взносов по ипотеке дом арестован и просят всех жильцов срочно выехать. Я вообще была в полном шоке и не знала даже, что делать, куда идти и куда обращаться. Это все-таки серьезная такая юридическая тема. Друзья посоветовали обратиться в русскоязычную компанию юристов, я туда позвонила, объяснила так и так, мне сказали, ну вы же понимаете, что это очень долгий процесс и это будет вам стоить дорого. Я говорю, сколько? 300 фунтов в час, представляете, 30 тысяч рублей в час они берут за то, чтобы проконсультировать и дать какой-либо совет. Я думаю, блин, это же на какие деньги я попаду и как вообще со всем этим быть? И вообще я не знала, смогу ли я отбить этот дом, можно ли будет его на меня перевести и как-то постепенно выплатить все долги или нельзя. Я не знала, куда мне идти и к кому обратиться. Это была просто головная боль для меня. У меня не хватало нервов, чтобы разрулить абсолютно все эти ситуации. И вот с этой, с первой мне помогла справиться подруга. Мы позвонили в суд, где проходило дело по этому вопросу и сказали, что так и так, вот человек умер и что нам делать дальше с домом? Выселять, не выселять, арестовываете дом или нет? Там сказали прислать свидетельство о смерти и заполнить форму. И тем самым, как бы, процесс остановили и дом оставался во владении, но чтобы вступить в права и администрировать этот дом, там тоже море вопросов надо было порешать. А банки, налоговые, жековские всякие письма постоянно приходили и приходили. И это очень сильно меня выбешивало, потому что в Англии любят слать письма и напоминать о том, что вы должны, что вы задолжали, вам надо оплатить, вам еще что-то там надо. В итоге со всем этим я справилась только за два года. Начала с моего личного долга, который брат оформил на мое имя. Он купил себе телефон и что-то у него не было кредитной карты или чего-то такого. В общем, попросил мою карточку и попросил оформить его телефон на мое имя. В итоге у меня на мое конкретно имя пришло на его адрес письмо, что я должна 300 фунтов за его телефон. На тот момент у меня оставались деньги только на оплату моего следующего, последнего курса в университете. И как раз вот в этот момент я должна была искать работу и год проработать, чтобы иметь возможность как-то получить работу высокооплачиваемую и остаться уже по рабочей визе в Лондоне. Но обстоятельства жизни решают за нас. Может быть, я и не нашла бы ничего, но у меня не было никакого времени, сил и здоровья на то, чтобы искать работу во время своего последнего курса обучения. Плюс у меня еще была семья, где я работала. И плюс еще к тому все вот эти вот дела должна была решать, не зная, как и с чего начать. В итоге я связалась с той компанией, которой я должна была деньги. И сказала так и так, вот телефон был зарегистрирован на меня, но владельцем его являлся мой брат, вот он погиб. И так как я студент, у меня очень мало денег, я не могу выплатить вам 300 фунтов. Но давайте мы как-то в рассрочку это порешаем. Они обрадовались даже тому, что я с ними связалась и что я готова платить. И они сказали, ну давай тогда вот сколько ты можешь ежемесячно платить, плати, пока не выплатишь все. Но я попробовала так взять себя в кулачок, полужалась немножко в своих расходах и выплачивала им ежемесячно 50 фунтов. Так за полгода я закрыла свой долг по телефону брата на 300 фунтов. И хоть этот вопрос отпал. Я обращалась в разные организации. Мне посоветовали также знакомые обратиться в Citizen Advice Bureau. Есть такая организация в Англии, которая помогает малообеспеченным людям, направляет к бесплатным юристам, чтобы проконсультироваться по тому или иному вопросу. Сначала я пошла по месту проживания в Хаммерсмит и Фуллом, но там не решали вопросы с недвижимостью, вопросы с финансами. Вообще никаких вопросов там по другой части. Там мне не смогли помочь и сказали, езжай-ка ты в Нотинг-Хилл. В районе Портабелла находилось другое Citizen Advice Bureau. Ну как Citizen Advice переводится как Совет гражданину. И там я отсидела очередь и пришла в офис. Мне сказали, ну какой у тебя вопрос? И говорю, у меня очень много вопросов. У меня случилась вот такая вот ситуация. И вот этот долг надо заплатить там за коммунальные услуги. Это за воду, это за газоэлектричество. Плюс к этому ипотека, плюс к этому кредитные долги, плюс к этому налоговая. И все вот такое вот. Все у меня уже прям до сих пор трясет. Вот все это мне надо было как-то платить, потому что каждый день мне присылали и присылали письма. Вы должны, вам надо заплатить, заплатить, заплатить. В общем, это меня очень сильно выбешивало. Я даже заболела. То есть у меня пошли нервные какие-то зажимы в спине, в шее. И меня до сих пор вот как-то вот так вот в напряжении об этом рассказывают. Да еще помните, я рассказывала про кровать, когда у тебя неудобная кровать, матрас, что какие-нибудь пружины тебе впиваются или неудобно спать. То есть ты весь день проживаешь на нервах, в напряжении. Учеба, работа, вот эти вот дела. Еще я пыталась там какие-то свои репортерские дела порешать. И каждый день на ногах, каждый день, секунда в секунду я должна быть там-то или там-то. То есть все у меня четко по расписанию, по графику. Я прямо целый список составляла дела на сегодня и приходила домой, только вычеркивала. Это, кстати, мне очень помогло. То есть благодаря этому списку я конкретно отбрасывала все остальные дела на будущее. То есть на завтра, на следующую неделю. Если я понимала, что я не могу решить это дело сегодня, я откладывала это в дальний ящик. То есть вот такой вот менеджмент, которому я научилась в течение своей жизни, который у меня как бы внутренний такой есть. Я люблю порядок в делах и у меня все всегда по папочкам. Он мне помог на тот момент и как-то облегчил ситуацию из огромного списка. Я делала себе только один список на день из 10-15 пунктов. Но это я немножечко отвлеклась. В общем, в этом бюро мне сказали, знаете, у вас очень сложная ситуация, давайте мы начнем с чего-то одного. Вот у вас ипотека, давайте мы попробуем дать вам юриста, который вас проконсультирует. Как вы вообще можете управлять этим домом и может ли банк переписать ипотеку на ваше имя. И дали мне юриста, который находился как раз в Нотингхилле. Я поехала к нему. Этот юрист меня принял на бесплатную консультацию, выслушал всю историю, выслушал суть дела и сказал, ну надо с чего-то начинать, давай мы начнем с пробейт. Пробейт это как бы вступление в права, вступление в наследство по очереди. В Англии вообще существует will, то есть завещание, которое написано от руки, кому, что, когда, в каком количестве и за что после смерти переходит. Но у брата такого завещания не было. Ну и он и не собирался умирать. Поэтому пробейт это завещание, но это даже не вступление в наследство, а вступление в права администрирования всех дел того человека, который умер. И он порекомендовал мне делать пробейт на мое имя. Вообще по очереди должна была вступить в наследство мама, но мама отказалась от этого. Она сказала, мне ничего не нужно, оставьте меня в покое, пусть забирают дом. У меня больше нет сына, мне ничего не нужно. И я думала, стоит ли шкурка выделки, столько нервов, столько бумаг и все эти вопросы решать, за все это надо платить. В конечном итоге мы окажемся на нуле, но зато потеряем столько времени, денег, нервов. Но мы так с ним тоже сели, он мне сказал, напиши, какие у него долги, распиши мне конкретно, потому что там еще и налог на наследство получается. Я в общем ничего этого не знала, я постепенно буду рассказывать конкретно, какие шаги надо сделать, чтобы получить это завещание, что да как да почему. У меня еще на тот момент не было даже свидетельства о смерти. Нам с мамой выдали такой временный сертификат о смерти. Пока шло расследование, а уже окончательное свидетельство я получила только после следственного суда, который прошел 5 октября. В итоге, да, он как-то все мне по полочкам разложил, сказал, ты не переживай, все постепенно, все образуется, мы все сделаем по шагам. И в общей сложности сказал, что все это действие, вся эта процедура пробейт будет стоить 900 фунтов. Вот когда есть уже какая-то конкретная сумма, тогда уже легче работать, а не 300 фунтов в час, и ты не знаешь, во сколько часов вся эта процедура тебе обойдется. Кроме того, также мне пришлось следить за его домом. Естественно, арендаторы, которые там были, половину я выгнала, потому что они или не платили, или приводили туда ночевать море посторонних людей. В общем, когда я туда приезжала, видела что-то, что мне не нравилось и просила их съехать. Заселяла туда новых арендаторов. В общем, как-то начинала собирать денежки, за счет которых я оплачивала ипотеку. С ипотечным банком я связалась, сказала так и так. Они тоже просили прислать документ, то есть я выслала им временное свидетельство о смерти. И также абсолютно по всем кредитам, которые у него висели, я написала, позвонила. Мне, кстати, звонить было очень тяжело на английском общаться. В основном на телефонных звонках сидят люди не с чистым английским, а я понимала только чистый английский. И все интернациональные акценты, индийские особенно, или афроамериканские, мне было очень тяжело понять. Тем более люди часто говорили на сленге. Поэтому звонить мне было очень тяжело. Я старалась найти какие-то контакты через e-mail и даже иногда просто отсылала письма, потому что невозможно было либо дозвониться, либо очень долго ждать, либо вообще телефон не отвечал. И вот с этими редакторами приходилось следить за домом, там все постоянно ломалось. И холодильник мне надо было купить новый, и интернет сломался. Я выезжала, экстренно решала проблему. То есть звонила в компанию, узнавала в чем дело, там приходил мастер. То есть все вот это упало на мои плечи. И у меня началась как бы двойная жизнь. Я почувствовала, что такое двойной агент. Наверное, так это можно описать. Помимо этого, все лето мы с мамой просто без сил приходили, какие-то дела порешали и валились на кровать и просто лежали. Пытались как-то расслабиться, но так как следствие шло, нам ничего не говорили. Мы не знали, когда мы доживем до похорон брата. То есть мы просто тупо лежали и ждали, когда нам позвонят и скажут, все, вы можете его похоронить. Из-за всей этой нервозной и тяжелой ситуации у нас очень сильно подорвалось наше здоровье. Ну и в 2017 году, когда я уже заканчивала свой курс фильммейкинга в университете и получила свой диплом бакалавра, я поняла, что мне придется уехать. Я не нашла работу, я не могу продлить студенческую визу, мне придется уехать. Вернусь ли я обратно в Лондон, дадут ли мне просто хотя бы туристическую визу, никто не знает. И так как держать в своих руках дом, особенно с арендаторами из-за границы, очень тяжело, агентам я не доверяла, потому что все у них так, шаляй-валяй. А арендаторы очень плохие, все постоянно ломается у них и никто за этим следить не будет. Я туда каждую неделю практически ездила и что-то делала по дому, что-то чинила, ремонтировала и так далее. Я тоже буду рассказывать. Я поняла, что сложно будет, тем более, когда ты сдаешь дом из-за границы, тебе нужно платить налоги. И там, и там. Там 30%, там 30%. В общем, шкурка выделки не стоила и мы решили продать дом. Если бы я оставалась в Англии, я бы оставила дом и я бы постепенно выплатила все долги за счет вот этих арендаторов. Но, к сожалению, в 2017 году мне пришлось уехать обратно и я не знала на тот момент. Я уже все свои деньги, которые заработала за предыдущий год, спустила на оплату ипотеки, на оплату юристов и так далее. На тот момент я уже не хотела учиться и не могла оплатить курс магистратуры. И я приняла решение поехать обратно домой и продать этот дом. Обо всем, как мы вступали в наследство, продавали дом, договаривалась с банком по ипотеке, сдавала жилье и разбиралась с ориентаторами, я буду постепенно рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok